И будем сейчас смотреть матч при Неманской любительской хоккейной лиге, в котором встретятся Гродненские Викинги. И, соответственно, команда Сумасшедшие Белки из Береставицы. Ну и вот так вот очень быстро. И отличаются Сумасшедшие Белки 13 марта 2021 года. В прошлом году Викинги были сильнее со счетом 5-4. Ну а уже в апреле еще более существенное было преимущество Викингов над Белками 5-2. Ну и сейчас ситуация немножко другая. Не знаю, конечно, преждевременно говорить про некий реванш. Осталось оно за Викингами, но нужно, конечно, Шайбу у себя оставлять. Вместо этого атакой в меньшинстве отличаются Белки. Ну и вот в прошлом году, кстати говоря, на этом турнире, судя по всему, при Неманской хоккейной лиге, все 8 матчей команда Сумасшедшие Белки проиграла. С общей разницей Шайб 20-54. И на самом деле вот даже рассматривалась всерьез вероятность того, что не будут заявляться они, коль нет результата в Лигу. Но все-таки приняли другое решение. И это решение было принято именно такое в связи с тем, что поддержал их председатель Берестовицкого райисполкома Антон Станиславич Кулесевич. Оплачивает им район, оплачивает лед для тренировок. Соответственно, команда живет, может тренироваться, повышать свое мастерство. Так что, ну, действительно, когда на местах, пусть даже любительскую команду, но поддерживают это... Еще раз я, может быть, не оригинальную фразу скажу, но дорогого стоит, действительно. Или Сумасшедших Белок. Ну и интересно, вот эта приставка, это прилагательное Сумасшедшие, их друзья так просто называли, потому что очень далеко они вот ездили в ВСЧ и тренироваться, только для того, чтобы тренироваться. Ну вот, когда есть у тебя мечта и желание, то можно это как угодно называть, сумасшествием или нет, а это четвертая шайба. В первой игре сезона Легион команду переиграли Белки со счетом 5-4 по булитам. Ну и вот прессинг, пожалуйста, от Белок. Посмотрите, насколько он хорош. Приходится вот так вот гродинцам отбрасываться, без даже намека на то, что кто-то там за шайбу из партнеров может зацепиться. Старающимся, наверное, даже где-то больше на себя взять игру. Ну и что, это пятая шайба. Очень хороший старт сезона для Белок, судя по прошлому. Собрались и сделают то, что любят, причем красиво. Но действительно, вот если Легион в прошлом матче удалось обыграть, причем это чемпион лиги прошлого розыгрыша, нужно мне, конечно, уточнить эту инфрацию, но, по-моему, так и есть, то, конечно, конечно, и сейчас уже может быть вторая победа. Да, так и есть. Легион выиграл прошлый сезон при Неманской хоккейной любительской лиге. Сейчас вот Викинг просто-таки громят. Белки 5-1. Так что, ну, сезон действительно начался очень и очень хорошо для Белок. Еще один момент будет. Ну и все, на этом, да, шайба воротах, но уже она не будет. Засчитана таким образом окончательный. Окончательный результат 2-5. Ага, Артур зам вообще во Франции. Вот так вот, 2-5 и это победа. Это победа сумасшедших белок, с чем их и поздравляем. Викингам особо не расстраиваться. Для вас сработал Андрей Ильини. И услышимся мы еще на матчах при Неманской хоккейной любительской лиге. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok